всем привет привет сегодня я хочу сделать расклад который называется если вашей жизни гармония духа души и тела нечто аналогично я уже делала тот расклад назывался что вам нужно знать сейчас голос ума тела и души ну похожий вот где-нибудь здесь я прикреплю подсказку можете посмотреть и сравнить может быть кому-то будет дополнительная информация а кто-то увидит сходство этого расклада с тем прошлым по моему тут был года четыре назад если не ошибаюсь так смотреть мы будем с вами значит на колоде не видно на колоде тара волат и моя любимая колода последнее время вот и на колоде sol card 2 есть один но у меня вот только 2 вот и на колоде тару темного света кому интересно с какими колодами я работаю позиции вы видите перед собой выбирайте определяетесь и мы приступим напоминаю да что в разделе сообщества ссылка на сообщество есть под этим видео вышел анонс по поводу близ консультаций переходите читайте и приходите поработаем с вами я вообще обожаю близ консультации и и практику таро то есть сторон мне нравится больше за те состояния которые я проживаю во время расклада вот поэтому я получаю колоссальное удовольствие то есть для меня это не не работа а именно не знаю какая-то отдельная любовь знаете момент нечто аналогичный с процессом секса когда ты получаешь вот знаю сам процесс экстаза но не суть сегодня у нас дождики так закрыла надеюсь уже не будет шуметь так надеюсь вы определились с позициями мы приступаем так отодвинуть и видно что у нас камере позиция номер один голубенький камешек туда его поставлю так так что у нас пространство было и мы с вами приступаем будем сначала мы посмотрим что нам говорит дух единички что нам говорит ваш дух что он хочет что нам говорит ваш дух так дух говорит о том что сейчас вас переполняют такие знаете позитивные эмоции которые параллельно создают чувство какой-то силы да то есть здесь как будто бы идет такая подсказка двигайся вперед не бойся да то есть нужно быть более напористым что ли вперед и только вперед к своим победам то есть здесь огненное такое состояние но неодержимая а именно знаете когда человека переполняет какое-то желание что-то делать он от этого получает удовольствие его это наполняет его это вдохновляет придает какую-то силу силу жизни здесь очень много энергии но это энергия она не агрессивная эта энергия когда знаете человек действительно ощущает себя таким всемогучим сильным здесь и физическая сила ощущается то есть велика вероятность что ваше тело сейчас на данный момент видоизменяется и наполняется вот как-то большей силой вы это чувствуете внутри вас еще что хочет вам сказать ваш дух сказали про эмоции да вот мне нравится ваш эмоциональный настрой на данный момент он такой приятный такой обволакивающий теплый согревающий и при этом расслабляющие здесь нету болота здесь нету застоя здесь есть движение но при этом вода здесь не ледяная то есть ваши эмоции они здесь не замерзшие они вот знаете они как будто бы настоящий то есть человек как я сказала который наполняется получает удовольствие не знаю может быть у вас сейчас жизни происходят какие-то такие процессы которые где-то может быть вы на них не обращаете внимание но они как будто бы питает вот каждую вашу клеточку тела чем-то таким хорошим здесь очень много веры веры в себя уверенности и желание двигаться храбрость вот какая-то храбрость мужественность отвага бесстрашие какие-то такие энергии идут они очень позитивные и они здесь как знаете как человек который жаждал но жажда здесь не в каких-то эмоциях там любви нежность и ласки нет нет здесь энергии именно движение вперед именно такое знаете гигей побежали и вот и в процессе когда мы бежим мы чувствуем себя живыми то есть вот кровь кипит все внутри бурлит и это придает вот какое-то ощущение что я живой вот здесь какие-то такие энергии пошли что еще ваш дух передает он передает какие-то новые идеи которые у вас зарождаются через вдохновение вдохновение то есть вас как дух он как будто бы вдохновляет на что он вас здесь вдохновляет вот я говорю видите пятерка жезлов на какие-то победы на какие-то преодоление себя но в позитивном ключе здесь мы себя не заставляем а здесь скорее всего больше вопрос дисциплины в самодисциплины здесь вопрос некой такой конкуренции одержать победу в чем-то очень напоминает если это например касается профессиональной сферы да то я не знаю человек который ждет получить какой-то какую-то финансовую поддержку да и предлагает например в компании какую-то идею какой-то проект и вот он ожидает что он получит грант вот когда люди участвуют вот в такой здоровой конкуренции для того чтобы получить какой-то грант вот здесь вот то есть они вкладываются они как-то свои идеи старается преподнести в лучшем свете именно какие-то новаторские такие жизнеспособные то есть это не просто творчество что летает в облаках нет а это еще жизнеспособная то есть здесь как будто бы идет соединение стихии огня и стихии земли хотя в принципе эти стихии между собой они не очень совместимы но вот здесь здесь есть здесь не то чтобы как уголек который знаете медленно медленно горит и тлеет нет а здесь вот как-то интересно даже не извержение вулкана но при этом вот по мощи это вот действительно как извержение но даже не знаю какое в природе здесь может быть проявление но здесь вот как-то вот мне идет стабильность какая-то земное приземли земная энергия то есть вы не витаете в облаках в облаках но при этом вот меня переполняет такое чувство знаете вот как будто бы я могу пробежать мерафон и не просто представляю а вот как будто бы сейчас готова одеть кроссовки спортивную какую-то одежду и бежать и причем вот это вот выносливость да и это не из последних сил а это именно наполняет вот здесь такая энергия духа идет хорошо если еще что то что вам хочет сказать дух ну вот десятка кубков то что я и сказала здесь эмоции эти они вас переполняют а здесь какое-то такое пиковое состояние эмоциональное но не в мягкости чувствительности а именно вот в какой-то такой боеспособный да то есть человек который готов к всему и эти энергии они очень хорошо просматриваются именно в спорте да когда есть вот это вот соревнование сильнее выше прям вот если мне такое ощущение что я могу вытащить сейчас прям аркан мага который очень хорошо описывает вот это состояние я знаю как я могу я беру это и делаю то есть вот дух вам говорит сейчас что вы находитесь вот в таком состоянии так давайте мы посмотрим теперь что нам скажет наша душа до что хочет ваша душа на данный момент с духом здесь все прекрасно что же хочет наша душа душа сейчас хочет каких-то знаний каких-то знаний открытий причем открытие это вот так интересно как то вот на 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 низ на низших на низких чакрах вот на первых трех чакрах до базовых но здесь не не идет речь допустим там о питании либо сексе и о желании о влечении а здесь как будто бы душа хочет каких-то новых знаний инсайтов которые может использовать на практике то есть это недостаточно просто я что-то знаю питаю свой ментальный план и при этом вот на на уровне мысли головы это все остается нет а здесь как будто бы знаете есть такое желание вот эти вот новые знания которые либо вы получаете либо хотите получить вы прям жаждете их использовать на практике здесь и прям даже есть такое ощущение что мне не терпится да я уже хочу сейчас я хочу сейчас и причем не просто попробовать а я уже хочу и получить какой-то результат то есть вот попробовать и посмотреть как это так хорошо еще что хочет душа душа хочет какой-то знаете творческой активности скорее всего даже хочет как будто бы чтобы бессознательное проявилась то здесь проявление бессознательного должно быть именно на уровне активности да то есть здесь огонь тоже присутствует огонь не в контексте скорости а в контексте именно проявления жизни то есть какая-то жизнеспособный не знаю что здесь с вами происходит но какой-то вот знаю здесь не то чтобы второе дыхание а здесь вообще от что-то новое открылась вашей жизни что заставило вас как-то действовать жить по-другому более насыщенным более 10 энергия такая сконцентрированная и она очень подвижная она не мягкая она достаточно резкая но и одновременно она не холодная это очень напоминает летом когда жарко и вот ветерок который дует он все равно тоже такой горячий вроде бы он должен приносить какое-то облегчение да чтобы прохладнее было но при этом ты понимаешь что вот этот ветерок он такой же горячий как и сама непосредственно погода температура здесь как будто бы ваше бессознательное хочет вытолкнуть то что долгое время как-то не принималось не нет здесь нету подавления а здесь такое знаете вы как будто бы что-то в себе не знали что-то не могли открыть и вот здесь вот это рождение а самое интересное что само рождение того что происходит с вами она удивляет вас самих то есть вы как будто бы удивляетесь своим каким-то способностям здесь не про таланты а здесь вот именно способность то есть насколько если допустим примеру возьмем пример выносливости вот вы человек удивляется насколько он выносливый то есть допустим он предполагал что он может в день без остановки там я не знаю ну пройти три километра пять условно говоря а когда начал этот путь он удивился что вот на этой энергии на этой силе он прошел десять километров вот и вот это вот само удивление от самого себя то есть насколько я не осознаю то чем я наполнен насколько вот этого вот всего во мне много и здесь такое чувство что вот как будто бы душа стала прислушиваться к своему духу что ли то есть если мы говорим в контексте гармония то по крайней мере душа с духом на данный момент очень гармоничны она как будто бы знаете вот не знаю как ласковая кошка которая трется об ногу у своего хозяина вот здесь вот прям такое ощущение что прям душа очень ластится к своему духу и вот прям нравится она ощущает вот с одной стороны заботу духа что дух как стена который за которой можно спрятаться до которая позаботиться который позаботиться который возьмет на себя ответственность она просто может наслаждаться и вот как будто некий такой груз что ли ответственности спал с вашей души и было это передано ну вот в нужное русло что ли то есть духу здесь была какая-то защита что ли стояла была какая-то вот перепонка преграда между душой и духом а сейчас как будто бы она исчезла и вот здесь такое удовлетворение души от того что не знаю какое-то слияние идиот очень напоминает о том что знаете когда двое возлюбленных сай соединяются то есть воссозданием не идет это слово воссоздается встречается то и заново встречается идет вот это вот слияние и это настолько наполняет и обогащает и и душу то есть она обогащается какой-то вот позитивной энергией а дух при этом перестает быть сухим и наполняется эмоциями и состояниями что нового здесь рождается есть как будто бы душа прислушивается прислушивается к духу и она вот прям не знаю такое колоссальное удовольствие получает мы говорили об аркане мага если вы посмотрите на эту карту вы увидите что она чем-то напоминает аркан мага не знаю своей позиции по крайней мере у меня такая ассоциация что нового здесь зарождается зарождаетесь вы сами непосредственно да то есть рождается ваше принятие себя принятие себя знаете как как человека который открыл в себе какой-то дар вот открыл что-то такое невероятное это что-то такое могущественное если у вас сейчас этого нету это на уровне бессознательного вы это можете видеть во снах к примеру да что как-то вот преодолеваете какие-то горы что решается не знаю вы ходите из лабиринта что решаются какие-то задачи либо например вот эти вот картинки ласки мягкости податливости здесь вот рождаетесь вы заново такое чувство что вот до какого-то момента ваш дух и ваша душа они жили порознь а теперь они как будто бы знаете слились и получилось вот это вот дополнение как и не я и это настолько гармонично это настолько красиво и исходя из этого это вас наполняет и здесь самое главное не надо как-то вот включать свою голову и поднимать ну стараться понять то о чем я говорю потому что на уровне бессознательного вы это уже понимаете то есть на тонком плане как будто бы произошла вот этого долгожиданная встреча которая должна была быть и вот вы ощущаете физическом теле какие-то отголоски это могут быть какие-то моменты счастья это могут быть какие-то моменты радости причем без каких-либо причин не знаю может быть идете по улице вдруг неожиданно ощущаете так знаете такое вдох и чувство чтобы уже как хорошо на свете жить знаете вот какие-то такие мгновения радости наполненности не знаю может быть пересно перед сном и засыпаете вот такое чувство чтобы уже оказывается я какой-то такой счастливый человек но это вот какие-то такие мгновения это вот как раз ки отголоски на уровне бессознательного когда вы можете усмирить свой ум вы можете это ощущать ощутить то есть то что с вами происходит вообще круто здорово вы как будто бы здесь себя заново заново открываете до заново заново узнать я даже не знаю как это сказать но это какие-то новые абсолютно новые ощущения для вас вас не было такого ранее вот в этой жизни не было таких состояний это действительно что-то новое исходя из этого состояния вы сможете по-новому как-то относиться к вещам это может выражаться в том что не знаю как то стали ну более спокойнее что ли на смотреть на какие-то вещи либо наоборот у меня такое чувство что вот на может смотреть на какого-то человека на какую-то ситуацию почему-то улыбаться то есть как будто бы идет некое такое облегчение и она вас не затрагивает то есть раньше как-то вот вы бы включались а сейчас знаете как человек который относится с пониманием да как заботливый родитель который как-то снисходительно но и при этом с любовью относится к проказом своего ребенка до своего чада вот здесь что-то такое но однозначно вот хочется прям вот в этой энергии быть она она приятная она классная и здесь еще есть такое ощущение что когда накатывает вот эта вот волна состояния которых я описывал у вас почему-то есть такое желание что я хочу поделиться причем вы не всегда осознаете чем именно вы хотите поделиться то есть знаниями либо просто поговорить но вот это вот чувство знаете что я готова отдавать да то есть вот что-то внутри меня раскрывается приумножается и и мне хочется это отдать то есть вот это вот чувство отдачи причем отдача от изобилия не а дефицита не того чтобы как помочь что-то посоветовать ни в коем случае а здесь вот просто а отдача на то что поделиться своей энергией да вот улыбаться чтобы светить кому-то чтобы кому-то было хорошо тепло от того чем вы наполнены иногда такое знаете еще ощущение может быть хочется раскрыть свою душу нараспашку и показать миру посмотри посмотри чем я наполни посмотри что есть внутри сколько этого богатства я хочу тебе это дать вот здесь вот какие-то такие мысли тоже могут проходить так хорошо ну давай теперь посмотрим что же хочет наше тело о чем она нам тут говорит так император ну смотрите вообще единички молодцы я вижу здесь полную такую гармонию трех этих уровней о чем говорит император император говорит о том что человек наконец-таки в своем стиле как-то стабилизировался но не зафиксировался в контексте что я не могу дальше расти а как будто бы наоборот вот дух душа они вошли полностью на сто процентов тела и вот так произошла какая-то такая адаптация слияния именно с телом и человек и чувствует именно свою силу сила влиянием он ощущает вот здесь вот прям сто процентов свое тело по максимуму таким каким он хотел бы чтобы она была здесь не в контексте красоты потому что император не говорит о красоте для него эмоции не столь важны а здесь скорее всего умственные процессы когда человек чувствует вот свою власть да причем ему кажется что я как будто бы управляю теперь своим телом да то есть я понимаю процессы я могу что-то изменять как-то корректировать но по факту то что здесь происходит это просто снисхождение духа и души в тело из-за того что все вот это вот гармонично человека появляется вот это вот чувство что наконец таки я как-то зафиксировался да что нету турбулентности что меня не мотает по жизни что я как-то хорошо стою на ногах опять же таки не не в контексте финансового достатка в контексте мироощущения в этом мире то есть там где вы находитесь в моменте и вот здесь еще такое ощущение что я хочу как-то вот глобать глобать увеличить себя в размерах не в плане поправиться а в плане вот как-то знаете как иногда животные собаки когда это их пища они никого не подпускает там с кость к примеру да либо мясо него так вот лапу свою положили это мой кусок то есть я здесь я его зафиксировал никто не подойдет то есть вот здесь какой-то такой это моя территория это моя власть и я управляю то здесь вот в теле прям классные энергии вот я сказала смотрите великие арканы выходит тело хочет сказать о том что действительно происходят перемены и как раз таки перемены когда я беру ответственность за свою жизнь когда я беру ответственность в данном случае за свое тело до что я ем насколько я отдыхаю насколько я забочусь о своем теле насколько мне комфортно в этом теле дата здесь как будто бы человек как-то начинает правильно взаимодействовать именно с телом так что у нас здесь нашими страхами чего мы тут боимся скорее всего какие-то сомнения по поводу того но здесь вот мне кажется это ранее было то есть перемены по поводу того что я как-то боялась не не двигалась вперед никак не могла принять решение здесь как будто бы историю предысторию рассказывают и что я боялась ощутить легкость я боялась что как-то вот не получил результата что то что то что будет как результат моих трудов да что это не принесет мне удовольствие здесь человек как будто долгое время боялся принять решение о том что жизнь может быть иначе жизнь теле она может быть более приятный да то есть получать удовольствие наслаждение какую-то легкость здесь как будто бы знаете вот человек пересмотрел свой подход по отношению к телу если еще этого нет а есть здесь такая категория людей где-то процентов 60 65 но может быть 70 не больше кто еще не осознает то что я говорю в теле это будет со времени потому что на тонком плане это уже произошло здесь вопрос именно времени материализации как у вас это проходит потому что на тонком плане в астрале это уже случилось да то есть вот эти вот перемены они уже есть поэтому если мы говорим о гармонии насколько здесь все гармонично да мне кажется абсолютно и такое ощущение что вот как будто бы впервые я вообще вижу такое чтобы было гармония на всех трех уровнях это это большая редкость согласно моего субъективного мнения вот и то что я наблюдаю вообще у людей здесь вот именно такой момент прям вообще молодцы единички если еще повторюсь скажу что если еще такого нет то это будет это будет это обязательно будет правда не знаю когда причем это невероятность а это уже факт здесь как будто бы от вас это не зависит это уже свершившийся факт когда это является вероятностью я говорю что это вот одна из ветвей развития а здесь это уже вот прям констатация то есть если вы вдруг по каким-то причинам не примите да такой тоже вариант может быть до свободу выбора никто не отменял если вы не принимаете это все не мои слова состояние я имею ввиду то это будет вот параллельно с вами существовать вы в любой момент можете принять решение что вы хотите сменить ветку своего развития по жизни перейти на то что я вам уже сказала так красненький камешек двоечки переходим к вам смотрим если вашей жизни гармонии гармония духа души и тела сначала мы посмотрим что хочет вам сказать ваш дух дух говорит о каком-то новом пути новом пути который вы либо вам здесь предлагается либо вы его самостоятельно выбрали этот путь он еще не совсем сформировать что такое сегодня сформирован в контексте конечной точки то есть куда вы идете вы все равно еще продолжаете как будто бы оглядываться на прошлое но при этом вы понимаете что прошлое от которого я ухожу оно как отголоски вас еще держит но вы уже двигаетесь по направлению к новому здесь как-то вы идете так интересно да как на карте нарисовано ноги вперед а голова как будто бы оглядка на назад то есть вы уже все тело условно говоря вперед а мысли какие-то остаточные еще есть о прошлом причем это не то что вы думаете о прошлом а здесь как будто бы какая-то такая настороженность вдруг что-то неожиданно прорвется из вашего прошлого да то есть как осторожность по поводу когда человек ждет какой-то подвох и он он его как будто бы во всем старается увидеть потому что есть некая такая некое недоверие вот здесь ваш дух говорит о том что пока вы еще на сто процентов не доверяете здесь интуиция вам подсказывает о том что что-то новое наступило но вы пока как будто бы еще не доверяете и своими мыслями находитесь в прошлом то есть ваш фокус внимания луч внимания он направлен пока еще в прошлое вы не то чтобы идете к чему-то а вы скорее всего уходите от чего-то ну-ка посмотрим то что упало на вот аркан вселенной рыцарь кубков говорит о том что здесь произошли какие-то процессы завершения да что-то завершилось и ваша душа стремится именно к новому ну в данном случае дух к чему новому новое которое не дается легко есть еще какое-то сопротивление причем здесь такое чувство что как-то вот ваш эмоциональный фон он меняется в вашей голове происходит такие процессы очень интересные с одной стороны вы как будто бы имеете некие претензии к миру либо к самой себе к самому себе и одновременно сами себя как будто бы успокаиваете то есть как-то создаете как будто бы некую такую вселенную проблему и сами ее решаете в своей голове и этот диалог он происходит именно мгновенно то есть одной стороны как-то вот на какой-то волне эмоции выславливаете себя на том что какая-то несправедливость существует да либо ну почему это со мной происходит и одновременно вы даете сами себе ответ ну как почему потому что вот вот так вот так надо было вот так поступить либо надо было вот это вот сказать что ж ты так не поступила и сразу идет следующая фаза которая говорит о том что ладно в следующий раз мы сделаем по-другому то есть здесь именно вот эти три фазы они сменяются либо они как-то вот одновременно происходят и это скорее всего тот момент который на который вы оглядываетесь в прошлое да то есть это как раз кипятерка мечей говорит нам показывает тот момент от чего вы уходите здесь есть у человека понимание того что как как нужно вот управлять именно своим ментальным планом то есть как нужно правильно говорить как нужно высказывать намеря намерения но здесь как будто бы человек который включает осознанность на какие-то мгновения через понимание того как устроен мир и одно все равно старые какие-то шаблоны они всплывают и они не дают человеку в полной мере реализовать свое вот это вот позитивное будущее которое он хочет и есть где-то в этой всей ситуации всей этой истории вы в позиции наблюдателя который наблюдает за тем что происходит внутри него то есть с одной стороны какие-то мысли может быть те которые вас ранят которые вас обижают с другой стороны какое-то новое проявление вас абсолютно новое которое говорит что нет все будет хорошо мы в правильном направлении двигаемся не переживай мы решим эту задачу мы найдем выход я понимаю что все что происходит происходит во благо и много таких позитивных мыслей и где-то в этом вы как наблюдатели за тем что к чему это все приведет и каждый раз это приводит к чему-то новому когда-то идет победа именно ваших автоматизмов а когда-то побеждает действительно ваша осознанная позиция то есть дух вам хочет сказать что сейчас вот происходит у вас вот такие процессы но это это новое это новый какой-то этап для вас хорошо давайте теперь посмотрим что вам хочет сказать ваша душа что она на данный момент желает если здесь желание у духа нет здесь пока нету желаний здесь просто духа иногда знаете он просто хочет пробить вас пробить именно не то чтобы кого-то победить либо что-то изменить в вашей жизни а здесь такое ощущение как будто бы дух хочет пробить вот какую-то броню для того чтобы впустить во что-то в жизнь это как не знаю мне показывает такой пример очень интересный кто видел ролики про то как проходит эко экооплодотворение когда берут яйцеклетку и вводят туда сперматозоид и вот это вот все под микроскопом вот здесь как будто бы дух это и есть рука вот этого микробиолога да который впускает сперматозоид именно в яйцеклетку для того что произошло оплодотворение то есть дух он хочет чтобы вот это вот новое да вошло в вашу жизнь он это он это показывает сейчас что вот мы в этом направлении двигаемся мы над этим будем работать да как заботливый какой-то такой не знаю врач микробиолог который направляет весь процесс в нужное русло вот это вот хочет дух причем здесь не то что его спрашивают не спрашивают он показывает что вот так вот будет то есть я так решил я принял такое решение так оно и будет так тому и быть а тебе я просто показываю процесс чтобы было понимание да что происходит что хочет ваша душа а душа как будто бы знаете тоже видите та же самая дуальность показана с одной стороны если мы посмотрим да здесь руки как будто бы защищаюсь я не хочу оставьте меня да я не хочу этих перемен я вообще не хочу того что со мной происходит я хочу чтобы меня оставили в покое а с другой стороны здесь такое лицо как человека который вот прям стремится к тому чтобы наполниться этим светом да что вот я хочу это новое оно мне действительно нужно но при этом есть вот какая-то защита от чего вы тут защищаетесь от страхов от страхов я бы сказала что вы защищаетесь душа защищается от самой себя что знаете здесь страх связан с тем чтобы как будто бы жизнь она может закрутиться и у человека есть ощущение что он как будто бы потеряет себя вот в этом водовороте что потеряет контроль возможно водоворот ассоциируется с какими-то переменами то есть они будут будут настолько скоростными настолько быстрыми что ты не успеешь оглядеться а это уже случилось да и вот такой вот здесь страх а где я а почему а даже не почему а я хочу управлять этим процессом я хочу понимать что со мной происходит и я боюсь что вот как то так интересно мне здесь показывают знаете как претензия к жизни в контексте того что ну ведь это же моя жизнь да я же должна решать там как и что со мной происходит а меня даже не спрашивают а меня как-то закрутили в какой-то водоворот что-то произошло и я не успела оглянуться со мной уже что-то случилось вот этот момент когда с вами что-то случается а вы таким сленгом скажу да как будто бы не догоняете процесс то есть процесс уже произошли а вы как-то это знаете как последний который догоняет весь этот процесс и при этом здесь возникают какие-то такие обиды в контексте того что но это же моя жизнь почему вы вот знаете это выражение эго это вот ваше эго но как будто бы говорит а меня почему не спрашивают то есть меня почему со мной почему не считаются вот здесь какое-то такое ощущение и поэтому душа здесь она как будто бы закрывается скорее всего от ума она закрывается от эго потому что это хочет контролировать она эго боится что она вот во всем этом процессе который сейчас здесь до происходит где идет вмешательство нашего духа она как будто бы себя утратит то есть здесь вот эти страхи она старается защищать свои границы но при этом душа очень глубоко находится вот в состоянии расслабленности полного доверия того что происходит потому что она то знает что происходит почему и для чего он но вот эго здесь очень сильно так сопротивляется и говорит нет нет то есть смысле а где я в этой во всей истории то есть вы тут здесь все понимаете ли дух душа решили да что и как будет происходить а а я это вот это вот вот это вот причем найти сокращение я внутри вас в теле говорит это же мое тело да это же я как это со мной так могут поступить здесь картинку показывает что человека взяли и одели какую-то одежду не знаю может быть она модная но несуразная но там по какому-нибудь последнему пику моды и и это начинает сопротивляться и говорит смысле меня не спросили а я не хочу это одевать а как будто бы этот дизайнер одежды до подошел и говорит твой мне никто не спрашивает то есть нам нужно было только твое тело да мы его нарядили все иди вон на подиум и шагай на показе моды и в общем здесь его очень сильно сопротивляется потому что она боится она боится раствориться она боится потерять что как это боится потерять свои какие-то позиции понимаете потому что вот этой турбулентности в которую она входит начинается такое знаете как головокружение человек дезориентируется то есть эго дезориентирован она не понимает что происходит поэтому я сказала как этот последние даже не знаю как это назвать существует человек до который осознает то что с ним происходит еще что хочет вам сказать душа о том что вот смотрите музыка играет музыка на струнах души причем смотрите как интересно здесь на этой карте у нас тоже идет тот же самый круговорот и здесь у нас идет причем вот душа а вот наше эго оно кричит почему потому что если посмотрите вот глаза вот не знаю насколько там видно а вот значит нос рот да и идет некой такой крик крик нашего эго и потому что его как-то вот в этой центрифуге до закручивает и вот у нас появляется душа вот она это лицо вот этой души и а сама душа непосредственно да вот она одно и то же лицо она играет на на музыкальном органе краски у нас на колоде на коробке на заставке на струнах своей души и вот когда действительно душа поет когда она действительно играет идет вот это вот мелодия жизни вот когда вы наслаждаете жизнь когда вы получаете удовольствие вот именно в те моменты вашего страдает вот про это нам хочет сказать душа что не надо обращать на его то есть не надо от него отказываться от прессиваться потому что она тоже для чего-то нужно но при этом как-то брать его в расчет в своем выборе не нужно сейчас нужно наслаждаться сейчас нужно получать вот именно удовольствие и быть в полном доверии тому процессу который происходит вот об этом у нас идет речь смотрим что же хочет хочет наше тело о чем же она нам тут говорит тело хочет перемен видите тело хочет перемен причем дух значит здесь что-то меня и до что-то внедряет душа осознает этот процесс она находится в полном доверии но здесь у нас включается ум включается наше эго а тело жаждет перемен тело жаждет перемен каких перемен вот она пятерка мечей на повторе выпало да она здесь была и здесь была она хочет перемен но вот из-за того что эго здесь сопротивляется эти перемены даются достаточно сложно тело хочет перемен но есть какая-то внутренняя борьба что здесь за борьба в вашем теле борьба за слияние за гармонию да то есть кто победит здесь интересный момент однозначно победит дух почему потому что здесь у меня по энергии идет такое что он по объемам и масштабам и своему заряду энергетическому намного сильнее чем душа но и тем более хрупкое тело здесь как будто бы хочется успокоения гармонии хочется любви а борьба здесь с чем ну вот борьба идет за баланс на то есть как будто бы человек не совсем понимает как я могу внутри себя сбалансировать вот все свои энергетические центры и все свои тонкие тела то есть вот как будто бы как можно сделать так чтобы все было в балансе чтобы все было в гармонии чтобы стать как будто бы знаете таким чистым каналом то есть для чего вам вот это гармония нужно чтобы вы стали чистым энергетическим каналом который просто пропускает жизнь через себя и вот это вот пропускание жизнь через себя она действительно вам важно потому что именно так вот вы в своем этом воплощении нынешнем поймете что такое жизнь вот если для кого-то стоит такой вопрос то вот именно гармонизация всех своих тел в данном случае духа души и именно тела но и в том числе тонких наших тел да и всех чакр то есть здесь какая-то такая знаете нужна сонастройка всего что есть человек как на энергетическом плане так и на физическом вот это если это произойдет либо когда это произойдет вы вот именно в тот момент вы почувствуете а что есть придет вот это как инсайт что ей жизнь на самом деле это сейчас нет головы вам ответ придет нет головы ни в коем случае вы не поймете это головой а вы это ощутите это будет очень сильное такое знаете ощущение и в теле мне здесь показывают что в теле вы почувствуете такие вибрации да то есть не знаю у кого-то может быть мурашки пойдут по коже именно вот в это мгновение когда вот все это сонастроена и прям такое действительно чувство как какой-то звук идет металлического гонга когда в гонг бьют такой металлический звук глухой и прям вот он излучает волны и вот эти вот вибрации доходит до тела и они сонастраиваются и это либо поющие чаши вот что такое кстати да тоже как идея может быть пройти сеанс поющих чаш вот для того чтобы ощутить вот эту сонастройка и вот именно в этот момент когда все сонастроено все звучит гармонично вы ощущаете жизнь она проходит через вас причем проходит как-то вот сверху до от макушки от семечка через все тело и эти волны они заземляются ну то есть через ноги выходит вот эти вот все вибрации звуковые волновые электромагнитные вы их ощущаете так интересно вас это на физике это будет вот как не знаю здесь не то чтобы свыше ощущение экстаза здесь мне как-то так вот как-то знаете как волны вы это будете ощущать как понимаешь что это волны вот иногда когда идешь по улице если есть ветерок такой знаете ласковый ветерок не ветер сильный холла холоды а ласковый ветерок вот он иногда так по щеке поглаживает и вот вот это вот есть волна и ты это понимаешь вот здесь такое ощущение что вот вы эти волны как будто бы будете ощущать вот прям от макушки до своих пят и вот в этом состоянии когда вы ощущаете вы понимаете что вот эта жизнь здесь какое-то метафизическое понимание идет жизни здесь не от головы сразу скажу вот и если вам удастся настроиться да то вот в этом состоянии в этих энергиях очень классно будет жить тогда ваш ссоре тогда ваш земной опыт он как-то будет восприниматься иначе вот как-то так двоечки сегодня я говорю метафизически кто понял тот понял чем дальше в лес на тем тем мои расклады становится еще труднее понимать головой но при этом понимаете энергетически это здорово так зелененький камешек троечки смотрим вас что вам говорит дух ай ну ладно я уже это хотел сказать забыл сказать второй позиции насколько присутствует гармония духа души и тела думаю вы уже сами поняли так смотрим что хочет вам сказать ваш дух пятерка кубков здесь идет какой-то момент прощания нити восьмерку кубков и уход с чем вы тут прощаете с чем-то здесь идет какой-то такой знаете момент расставания с чем вы расстаетесь так ну ка я уточню орган силы вы идете в новое это однозначно здесь какие-то ваши инстинкты показаны семерка сосудов она говорит о разделении вы как будто бы прощаетесь каким-то своим мировоззрением связанные с делением мира возможно на какая-то вот классификация да то есть здесь идет показание что мир вот как будто бы делится там я не знаю на дуальность делится на как-то классифицируется на разные касты на разные энергии то есть все что наш ум разделяет там не знаю на мысли и эмоции и так далее вот с этим мировоззрением идет какое-то завершение скорее всего здесь человек обращается со своими старыми взглядами по поводу того что такое жизнь потому что мне идет новое новое видение мира которая направлена вот именно на единение то есть ранее вы как будто бы мир воспринимали знаете как как фрагментарно да то есть через разделение здесь кадр здесь кадр здесь кадр и вы не видели картину целиком сейчас же дух показывает что идет процесс именно объединение этих фрагментов в одну общую единую линию то есть вы как будто бы не знаю сейчас это будет не знаю когда это проявится физическом плане возможно это вот какая-то общая линия вашего нынешнего воплощения когда вы должны будете осознать то что нету разделения то есть ваш дух хочет показать что пришло время расстаться с понятием что мир делится да что все по сути взаимосвязано все едино что нету вот каких-то границ ограничений да вот как-то делений вот правильное слово на деление мы делим что-то на что-то вот здесь вот этого подхода не должно быть упоминаю что духа это достаточно высокий такой уровень энергетической скорее всего энергетического мира да это не совсем материя поэтому то что здесь говорится это вот как не знаю красная ли нить вашей жизни как некое такое повествование основа как леска на которой в дальнейшем надеваются разные бусинки чтобы были было когда создана красивое колье нанизываются то есть здесь об этом и вот у меня такое ощущение что этот как будто бы общего швектор направления что еще дух говорит на видите сознание здесь идет перерождение вашего сознание зарождение что новое зарождается здесь какая-то новая концепция зарождается концепция видите жизни дьявол выпал концепция физического мира то есть здесь идет пересмотр какие-то новые даже не пересмотр здесь новые взгляды жизни это всегда бывает через какой-то через какую-то инициацию вот аркан смерти показывает инициацию это не какой-то там знаете поступательный процесс изучения там одну книжку почитал курс там прошел еще что-то а здесь какая-то инициация она как правило идет подготовительный этап да а потом с помощью более высшей силы нежели вы по сравнению с вами до проходит инициация посвящения именно вот какие-то новые знания новые новые взгляды и это инициация на краске связано со смертью ты где чисто символически старый вы умираете и идет рождение нового вас новых взглядов это именно на уровне сознания то есть красной нитью дух показывает здесь то что может быть это ваш сценарий по жизни такой о том что вы должны по-новому научиться видеть материальный план причем не просто материальный план а получение здесь получение здания получения информации здесь как будто бы слияние идет вот тройки всегда у нас идут про баланс между духовным и материальным да вот здесь вот как раз ки дьявол он про это и говорит то есть дьявол нас выражается в виде животного в виде инстинктов эти инстинкты да и наше эго у нас здесь показано ведь как три персонажа да как некое такое деление разделение мира на части за что у нас соответственно как раз ки ум потому что только так он понимает информацию воспринимает интерпретирует через классификацию через разделение но при этом задача духа показать что жизнь она едина что нету одного без другого то есть не может быть чистое добро не может быть чистое зло всегда есть в одном часть другого потому что так устроен мир и нужно научиться видеть целостную картину то есть нельзя говорить что вы сейчас у меня плохой этап а потом будет хороший этап жизни наоборот вот этот вот плохой этап который в кавычках да у нас происходит в краске направлен на то чтобы в нашей жизни было хорошо с другой стороны чистое хорошо нам тоже не интересно потому что в этом нету развития нам становится скучно поэтому вот это все взаимосвязано то есть без хорошего то есть на фоне хорошего контраста жизнь контрастов мы не понимаем другое то есть дух здесь говорит как раз ки о том что здесь идет вот вы сейчас находитесь в этапе пятерки кубков вот ваш весь путь это вот эта линия а вы находитесь только на пятерки кубков когда сожалеете по поводу того что у вас здесь утрачено именно ваших понятиях именно ваше мировоззрение что моем мировоззрение уже не будет вот этой вот какой-то легкости что ли восприятие мира то есть он как будто бы вот не знаю сломался вот ваш мир ваше видение она сломалась она стала другим и сейчас вам кажется что все вот прям очень очень плохо но по сути опять-таки исходя из той концепции единства которые я говорила без этого плохо не будет вот этой восьмерки кубков вы не пойдете дальше вы не двинетесь то есть по сама вот эта вот ситуация утраты сожаления и оплакивания она вас выбрасывает как раз таки в дальнейшее движение то есть не будь вот этой вот этих огорчений на когда человек расстраивается и говорит все я так больше допустим делать никогда не буду то есть вот если бы не было той ситуации человек бы не давал себе вот это слово а если он это слово дал он значит потом меняется вот здесь такой смысл эти дух нам про это хочет сказать о том что идет у вас сейчас что хочет вам сказать сейчас душа но это процесс еще расскажу вот вашем случае это вот на протяжении всей вашей жизни это линия всей вашей жизни это не сейчас это не момент здесь и сейчас как было в других предыдущих позициях что хочет ваша душа душа как раз ки хочет чтобы вы осознали вот этот вот подарок да подарок вашего бессознательного которые вы получили то есть здесь такое чувство что сама вот эта идея о которой я говорю потому что здесь речь идет об идее она у вас присутствует но как то вот как зачатки вы не совсем осознаете на сто процентов а саму идея может быть как то вот улавливаете на уровне интуиции на уровне как-то ощущение но полные картины того как это работает до либо как-то вот опять же таки фрагментарно в каких-то моментах вы это видите а в каких-то моментах вы не можете увидеть целостность этой картины и душа как раз ки хочет чтобы вот вот это вот свечение вот этот вот inside либо это идея понятия о которой мы здесь говорим чтобы она вот полностью освещала вас на чтобы вот эти вот перемены произошли о которых мы говорим да вот здесь вот как будто бы вот этот вот inside он должен осветить ваше прошлое не будущее а прошлое как будто бы через вот это понимание либо вас это вот я говорю в прошлом как-то зародилась вы сможете дальше двинуться что еще хочет здесь ваша душа ваша душа как будто бы хочет принять какие-то свои теневые аспекты то есть вот какую-то тьму ей прям вот необходимо то есть для того чтобы есть как будто бы такое чувство что вот это вот солнце а это луна для того чтобы опять же таки видите вопросы разделения луна и солнце до темный аспект светлый наше бессознательное наше сознание что-то такое невидимое и что-то явное проявленное опять соединение то есть ваша душа хочет чтобы вы приняли какие-то здесь свои теневые аспекта какой тени здесь идет речь бить опять причем смотрите как интересно карты выпадают здесь у нас значит ребенок это вы у него вот вот эти вот лучики да как 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 солнце не как у луны а именно как у солнца видите вот это вот свечение есть такая некая фигура вас это тоже являетесь вы да вы как будто бы защищаетесь от внешнего вот этого мира то есть как-то оберегаете что-то внутри себя в данном случае как не знаю как некое такое свое эго что ли бережете что здесь нужно принять здесь нужно принять какой-то дар вот я все время тройкам говорю о каком-то даре я не могу понять о ком даре и причем интересно так что мне никто в комментариях не пишет что знаете ли не вот у меня есть вот такой да мне его нужно принять вот а я его не хочу не могу я не могу понять что здесь но то есть опять-таки дары это не обязательно какая-то способность это не знаю что то здесь в своем сознании вы должны принять что здесь должны принять что вы должны принять ведь вот опять таки вот эти вот какие-то нити которые воздерживают дай для того чтобы вот вы как будто бы хотите вырваться от этого возможно это какая-то внутренняя ваша пустота вот здесь вот та сей пустота и есть вот эта луна здесь говорится как раз и о том что вы нырнули в эту пустоту вот что вам нужно принять вам нужно принять свою тень нужно нырнуть в нее только тогда вы получите вот это вот как это когда как подарок может быть он даже и так рассчитывается то есть вы что-то внутри себя не видите это скрыто и вам нужно погрузиться в себя что вам поможет сори так что вам поможет всем подвину карты здесь как будто бы какое-то логическое понимание здесь нужно понять что вам нужно понять как вы думаете что вам нужно понять вам нужно принять какие-то знания которые есть до какую-то мудрость которая присутствует внутри вас то есть здесь сначала нужно это как-то вот на уровне внутри вас погрузиться вот эту вот пустоту которая присутствует это может быть какие-то страхи что-то какой-то теневой аспект который есть внутри вас и вот чтобы его понять да то есть что вам нужно сделать вам нужно в это погрузиться когда вы погрузитесь в это видите здесь вот прям головная вот это вот коронная чакра придет какой-то inside да то есть здесь нужно принять знания вам эти знания какие-то скорее всего от те знания которые передает здесь дух нужно принять каким образом здесь так интересно да здесь человек как будто бы стоит причем опять таки смотрите дуально здесь человек стоит а здесь как ангел да то есть человек молится ангелу ангел молится более высшим силы до вышестоящим его силам и опять-таки как некий так а некая такая дуальность либо возможно это человека это его фантом на энергетическом уровне потому что он не уплотненный и что значит молитва да это когда мы вот высказываем какое-то свое намерение и мы готовы принять какую-то обратную связь то есть тот ответ которым нам будет да поэтому что нам поможет принять возможно у кого-то действительно через молитву возможно у кого-то здесь через полное доверие через полное слиять и слияние здесь у кого-то может быть ну скорее всего всех будет по-разному но однозначно вы это сможете понять через видоизмененное какое-то состояние так хорошо что же хочет ваше тело смотрим так дух дух хочет видеть целостную жизнь душа хочет принять синевые аспекты что в принципе достаточно созвучно с духом что же хочет тело тело хочет взаимодействовать на равных тело хочет чтобы его какие-то потребности были покрыты то есть он нуждается он нуждается именно как в финансовом аспекте да то есть здесь возможно нужда заключается в том что я хочу получить здесь денег вот вам не хватает денег почему-то на какое отношение это имеет духу и душе а это скорее всего путь души так проходите то здесь я могу предположить что до тех пор пока вы не принимите какой-то вот свой темный вот этот вот аспект до какой-то свою тень через знания какие-то знания пока вы не примете а это не сможет реализоваться на вашей физике вы не будете получать денег это вот какой-то урок души причем еще раз подытожу так соберу картинку чтобы вам было понятно дух говорит о том что нужно жить в единении и здесь нужно пересмотреть свою концепцию мира душа как раз таки тоже говорит о том чтобы это единение было да то есть это более низкие такие вибрации для того чтобы это я единение было надо принять какую-то свою тень какую-то свою внутреннюю пустоту каким образом через то что вот мы принимаем вот эти знания которые нам дарят наш дух и когда произойдет слияние вот этих знаний когда вы примите вот эту вот свою темный аспект то есть в данном случае в концепции духа когда вы примете противоположность да то есть добро и зло когда вы начнете это принимать сначала вам нужно понять это на уровне головы а потом на уровне интуиции слиться с этим да то здесь не просто понимание должно быть а это должно пойти еще глубже здесь должно быть слияние а вот тогда после того как будет слияние тогда ваш физический план который для вас важен именно в получении финансов либо какой-то вот более состоятельной жизни здесь не идет акцент на социальную либо на профессиональную здесь тупо не хватает людям денег вот когда вы примите вот эти знания и поймете как раз это что я говорю слияние духовного и материального тогда вы эту материю и получите но вот в этом как раз таки и пути вашей души в этом воплощении то все воплощение вашего до до последних дней вы будете изучать эту эту тему каждый раз будете рассматривать ее под разным углом под разным ключом до семерка же до тех пор пока вы не перестанете закрываться от новых новых каких-то начал от жизни непосредственно от того что вам говорит ваш дух да здесь на земном плане вам нужно будет поставить цель чтобы выйти из какого-то здесь даже не выйти а здесь знаете здесь действительно должна и на физическом плане произойти смерть четверка мечей говорит о смерти смерть чего смерть а именно вот этой вот ваша видите дуальности два меча два решения вы это должны оставить позади да то есть здесь должно быть перерождение то есть как ни крути не верти до тех пор пока вы не осознаете вот эту вот общую линию что вам передает дух и душа вам в этом помогает более мягко да то здесь получается что финансовый ваш аспект материальном плане он не решится потому что здесь вопрос не в том сколько вы работаете либо сколько вы зарабатываете а здесь вопрос заключается в том что деньги это следствие вот этого вот более высокого уровня то есть пока у вас не произойдет перерождение вы не сможете увидеть заново материю а пока вы не видите новыми глазами вы не увидите возможности материальном мире и как следствие не сможете зарабатывать столько сколько вы хотите почему потому что причина заключается в том что на данный момент вы являетесь нуждающимся человеком вот посмотрите на эту шестерку пентакли как просящие на вот вы это тут а дух это тут он говорит хочешь денег вот но ты разделяешь себя от денег тебе кажется что деньги это одно а ты это другое вот когда ты поймешь что деньги это часть тебя тогда ты увидишь что они есть в тебе а если они есть в тебе значит их сможешь увидеть и в материальном плане потому что все что есть внутри нас это есть и физическом плане как отражение но пока разделение идет на то что деньги это материя а энергия эта энергия а духа это что-то другое а душа это 5 10 ничего не получится вот такой был сегодня расклад пишите свои комментарии насколько вам понравилось приходите на блиц консультации а я с вами прощаюсь на следующей неделе всем пока пока